приветствую дорогие друзья это мои друзья рад что вы снова снова на экспедиции тв сегодня хотел с вами немного поговорить о таких людей за которые мне как гражданин германии очень стыдно даже очень очень стыдно мы и считаем в германии как врагов изнутри и мы с ними уже очень долго боремся на поле политических сферах внутренней политики германии я хотел вам объяснить тоже ситуацию здесь в германии думаю она вам тоже интересно и для украины даже немаловажно ведь тот факт что в германии есть очень много симпатизантов вернее за последние годы появились очень много симпатизантов симпатизантов к россии которые получают какие-то эмоции чувства к путину и его его режима но что я думаю еще в украине и россии в общем стран хрисангей еще не понимают почему и откуда это взял и здесь тема и история в этом даже очень глубокая даже не смогу это так быстро тут в одном коротком ролике доложить но я попытаюсь эту тему открыть открытие двери в эту тему и перешагнуть порог сделать первый шаг и вам чуть-чуть рассказать откуда это все пошло из чего это взялось что от этого может дальше влиять и на следующие шаги политики в германии украине и россии самое лучшее я начну с двух слов по-немецки и веки и гестре и веге стриги это переводится вечно вчерашние я не знаю в украине или россии употребляют такие слова ну если их объяснить дословно то в бывших странах ссср можно такими называть ну старо старых совковых пердунов которые мечтают о прошлом и скучают за прошлым за хорошие старые времена и такие вечера вчерашние у нас появились особенно в восточной германии в бывшей гдр это гдр в восточной германии германия до сих пор отстает от западной германии и так сама же от других западных стран европы даже сложилась уже такая ситуация что восточная германия даже отстает от польши и чехии и словакии по несколько параметрам ну в общем ввп германии и так в всей германии ну стагнирует скажем так экспорт стагнирует импорт стагнирует зарплатами и другими внутренними политическими проблемами тоже тут маемся но нечего то в глубокой нынешние проблемы вникать ну факт тому что бывшие гдр овцы восточной германии у них больше всего появилась или даже не появилась на это всегда так было очень много ультра левых и ультра правых до этого они были разделены на два вражеских лагеря так как линке партия линке ну это левые они такие коммунистические ребята которые бы хотели стенку не между берлина построить стенку вокруг германии или вокруг европы ну скажем так совок европейский совок бы построить ну и есть ультра правые они за то чтобы например у иностранцев опять забирать немецкие паспорта беженцев всех выгонять и так далее и претендовать на восточные немецкие регионы польши это танцы и гмаринбург восточная пруссия но тут уже первый парадокс кунигсберг калининград они не хотят назад потому что они же все-таки проиграли войну сверхдержаве они как бы признают московью как сверхдержаву как лидера европы и с ним нужно дружить и тут приходит этот парадокс что объединяет левых и правых немцев хотя они между собой воинственные вражи враждебные но что их объединяет это дружба с московьей они хотят с ней дружить я не откуда эти такие корни взялись наверно старых времен если взять остальные страны европы что франция что великая британия они можно сказать древние враги германии на италию испанию ну тоже кое-как ну южные европейцы то можно отпуск делать но так близости они к ним не чувствуют это такие горячие южные народы и с ним немцы с ними немцы очень редко находят общий язык насчет поляков они тоже говорят зачем больше зачем такой такая средина чего не сразу россия что наверно к тому и довелось что в свое время гитлер поделил польшу сталином короче империалистические думки германии до сих пор живу живут и до сих пор существуют их американцы в сорок пятом году как бы разбомбили им в бомбили демократию ну это дух империалистический до сих пор живет немецких мозгах и реалитет на сегодняшний день такой что немецкий народ делится на три частей он первая часть это те которым даже стыдно быть немцами из-за прошлого тут эта политика сделала свое дело за последние десятки лет другие они ультралевые либеральным да даже не либеральные вернее ультралевые которые говорят нации вообще не существует и есть ультра правые которые говорят нет германия круче всех самая высокая развитая страна после московии и вот эти три части они как бы до этого всегда конкурировали ну что их объединяет это мимо любви к москве это как бы такая зажда такая ненависть к америке это все вечная конкуренция и что американцы им влаживают свои мысли и свою культуру и свое мнение как я это перед этим сказал что америка сорок пятом году демократию в германии в бомбила и это им как бы воняет скажем так это не нравится не левым и не правым а тем спрошлой массе там им все равно по барабану были с америка окей теперь у нас вдруг россия окей и тут еще такой миф от этой большой здоровой стране россии которая нигде не кончается эти тайга байкал вечные зимы медведи балалайки красивые девушки теле ну как легенды и мифы ну что подходит к этим легендам и мифам это тоже незнание они не знают и не понимают россию впрочем впрочем не восточную европу они не знают что такое грузия армения или таджикистан казахстан и они этим и не им это по барабану просто если россия завтра возьмет казахстан и по барабану если россия придет и будет устанавливать тут гдр но не только на восточной на западной германии тоже тогда они еще будут хлопать в ладоши и вот еще следующий парадокс я хотел показать насчет гдр до гдр как я говорил в заняться до сих пор они отстроили тут и лепсик дрезден и берлин за счет денег из западной германии конечно построим автобаны но если вы поедете какие-то поселки вокруг дрездена или лайпцига тогда вы будете чувствовать как вроде вас 30 лет назад это машин времени посадили провели 30 лет назад реальность там едешь там себя чувствуешь как где-нибудь там убитых поселках украине или россии или казахстане вот такие типичные совковские деревни скажем так я думаю вы знаете о чем я говорю но в чем парадокс вот это в том что они считают что это не россия виновата что они в такой заняться ли советский союз в этом виноваты а америка и в этом виноваты евреи в этом виноваты лондон англосаксы в этом виноваты ведь они унижали советский союз и гдр и они теперь в евросоюзе не жают германию вот они во всем виноваты это альянс зла евреи жиды масоны англосаксы все это вот как бы дьяволы объединились против таких коренных народов европы как герман германских народов и древнего русского народа скажем так и от это вот незнание открыла дверь к российской нынешней пропаганды и еще возглавила ты возглавили тут вот это все такие вот вечно вчерашние как например грей гургизи от эти партии линки партии левых он король ну должен признаться еще хороший риторик и вот эти новые правы от афт альтернатива для германии альтернативы für deutschland по-немецки вот они этот патриотизм у немцев опять хотят поднимать и они все ловятся на вот эту вот на этот крючок пропаганды и этот парадокс в россии тоже сюда перепрыгнул что любим царя и любим ленина любим коммунизм но любим церковь мы коммунисты да красная звездочка но мы и националисты сам путин себя националистом называет русская нация но еще и коммунизм это все парадоксально но как вроде огонь и вода но все сходит и вот это тоже что объединяет левых и правых в германии и это довело уже даже до того что партии которые здесь у нас в последних выборах чуть голову не отрывали это левый и афд альтернатива для германии они друг друга очень агрессивно агировали потому что они просто противоречены друг другу и с другими партиями они себя не так хорошо понимают ну вот вдруг так получилось что грегор гизи от линке поехал с представителями этой альтернативы для германии в москву и вместе тоже с другие другими членами других партий сидели в здании россия сегонья раша тудей и спутник и вместе там даже не отчет этот маразм есть вам тут докладывать и вместе сидели маразматики друг друга смотрели ладоши хлопали за это конечно тут наши газеты рвут это попу дальше как это так левая и эти афд правы вместе сидят в москве у путина хотя они друг друга ненавидят или вообще что они там делают и с членами других партий в здании сегонья россия хотя тут уже ясно докладывать что сегонья россия раша тудей и спутник это пропагандические аппараты это газеты у нас пишут и им ну их просто рвут это воздухе но наши маразматики публика биомасса говорит о видите какие злые вот наши газеты fake news да это газдеп им сказал чтобы они теперь нажали 5 на этого гизи на этих остальных что раша тудей и спутник это пропаганда и бля-бля-бля-бля наши газеты все рвут ну немецкие газеты врут это все это газдеп деньги и туда всылал чтобы они такое рассказывали нам fake news и мы им не верим а вот гизи и этот правый чмошник от афд они супергерои потому что они пошли в москву и сдерживать а диалог и все-таки россия же европейская страна и нам ближе америке от эти вот лайбики старые и приходим к последнему пункту тоже насчет вечера вчерашних вечера что они да демократия свобода и это все прикольно но они вот любят когда сильный мужик берет и стучит кулаком по столу и все это вот они шевеляться и даже дышать боятся ну понимаете ли я к чему и от этого тут нету во все здесь евросоюзе политики они нету харизмы нету характера они такие как можем уже сопляки можно сказать и вот это им очень не нравится я такого не нашли в трамп человек трамп первое время нравился и такое не вот видят в путине и путин его команда это понимают как себя инсценировать да там лошадки скакать хоккей играть и тут показывает его видишь какой президент у них то что как наш чмошник или наша меркель туда по вас там мужик он да и если разговаривать что с немецкими ватниками они от говорят да вот он президент настоящая свою страну с колен поднял и вот он мужики там и стреляет и на лошадке там и все такое спортивные и не вот вот это вот они этого хотят они за этим как бы скучались европа всегда была континент королей и великих вождей это как-то видно им как как бы не хватает вот этого и вот они за этим вот за этим так кричат и плачут можно так сказать поэтому у нас еще очень много работы впереди этих последних вечно вчерашних как бы ну не можешь их просто взять всех расстрелять и поубивать так самое не можно каждую бабушку совковскую взять поставить на стенку и застрелить надо с ними жить их я скажу по-доброму выживать во всех странах и в европе и в снг странах ну так его благодарю за просмотр надеюсь вам было интересно послушать можете писать ваши комментарии они меня всегда интересуют и немножко еще пообщаемся но так я вам желаю еще хороших выходных отдыхайте надеюсь у вас хорошая погода там где вы живете до скорой встречи